Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам рецепт, по которому я готовлю картошку по-селянски, по которому обожает ее мой муж. И я уверена, что все мужчины этот рецепт оценят. Я не жарю картошку по-селянски во фритюре, так как не хочу, чтобы моя семья ела очень много жирной пищи, но при этом картошка будет очень мягкая внутри и очень хрустящая снаружи. Это делается очень просто. Для начала, конечно же, нам понадобится картошка, которую нужно будет хорошо-хорошо вымыть и отправить ее в кипящую воду, слегка-слегка подсоленную, буквально чуть-чуть, и проварить ее до 10 минут, в зависимости от размера картошки. У меня крупная, поэтому я варила 10 минут. Если картошка среднего размера, то варите минут 5-7, не больше. Она не должна у вас свариться, она должна чуть-чуть вот прихватиться. Пока картошка варится, приготовим наши специи. Где-то 2-3 столовые ложки подсолнечного масла вливаем в большую кастрюльку, которая потом вместит всю картошку и в ней будет хорошо перемешать, и добавляем сюда специи. Обязательно добавляем достаточное количество паприки, это придаст ей красивый цвет картошке и вкус. Также добавила чуть-чуть красного и черного перца и чуть-чуть у меня хмели-сунели. Но можно добавить еще какую-то специю, которая вам нравится, допустим, именно вам. Добавляем туда же соль и перемешиваем с растительным маслом, чтобы специи распределились. Затем достаем картошку. Я еще горячую сразу ее нарезаю на вот такие ломтики. Картошку мы не перемешиваем ложкой либо вилкой, чтобы она не подавилась, потому что края у нее уже прихватились и сварились. Чтобы она была целенькая, перемешиваем только вот так вот, друг об дружку. Она прекрасно перемешается со специями и солью. Вот такая вот яркая красота у нас уже получается. И теперь ее нужно будет отправить на противень. Противень у меня застелен ковриком для выпечки. Это очень удобно, противень потом мыть не надо. Отправляем в духовку. Духовка разогрета от 180 до 200 градусов. И где-то минуток на 20-25 ее нужно туда отправить. В кастрюльку тем временем я выдавила 3 зубчика чеснока. Отправила туда уже готовую картошку после духовки и еще раз перемешала. Все, теперь ее можно подавать, присыпав еще немножечко зеленью. Лучше всего с укропчиком. Чеснок с укропом это всегда супер. Приятного вам аппетита. К ней подойдет любой соус. И обязательно готовьте с удовольствием для вашей семьи. А с вами как всегда был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.